Добрый день! Несколько недель назад откликнулся на вакансию начальник отдела оптимизации сквозных цепочек поставок в Магнит. Вот ее описание, обязанности, требования и то, что они предлагают. Через некоторое время позвонил рекрутер и прислал после этого два теста. Один тест на SQL, который я легко решил. Соответственно, там были задачи, которые требовали подчиненных запросов. Я их разбил на два этапа, сделал, все это построил в Microsoft Access, отправил. И вторая задача была на объединение выгрузок с помощью Power Query. До этого не пользовался этой настройкой, буквально за день разобрался. И написал пару примеров скриптов с использованием шаблона и без использования шаблона. Сегодня мне перезвонили, сказали, что я тесты сдал успешно и попросили сделать презентацию. На самом деле у меня большой опыт проведения собеседований и я их строю обычно по следующему шаблону. Задаю вопросы, чем кандидата привлекает работа в магнит. Какие задачи, допустим, в отделе оптимизации сквозных цепочек поставок представляют для него наибольший интерес. Какие навыки, на его взгляд, необходимы, чтобы решить упомянутые выше задачи. Чем он может подтвердить, что действительно обладает нужными навыками. И в чем состоит особенность его манеры применять эти навыки. То есть, что выделяет его среди прочих претендентов. Соответственно, для себя расскажу буквально в трех слайдах. По мотивации на данную вакансию, на последнем, на текущем месте работы в NVIDIA Uldorado. Я работаю с 2020 года в должности руководителя направления аналитической поддержки логистической функции. Но с началом СВО позиции в подчинении менеджера по аналитической отчетности и специалиста по аналитической поддержке сократили. Естественно, я отвлекался на внутренние должности руководителей аналитических отделов. У нас компания большая, сейчас функция такая немного децентрализованная, аналитическая. Но по факту берут внешних кандидатов, например, бывших коллег. Для данной вакансии у меня самые привлекательные задачи – это доработка и автоматизация отчетности отдела и бизнес-процессов. Это подбор, обучение, развитие сотрудников, контроль сроков и качество рутинных операций. И в дальнейшем, естественно, это участие в кросс-функциональных активностях, проектах. Другие задачи тоже, естественно, у меня опыт аналогичный имеется по остальным задачам. По мотивации здесь важно то, чтобы в целом позиция была автономная, важна отождествляемость работы с результатом, ее разнообразие, обратная связь и значимость. В качестве примера отождествляемости работы, например, делал отчетность для Минпромторга, когда началось как раз СВО, был актуален вопрос, а вот хватит ли у нас бытовой техники. Правительство интересовало вопрос. И поэтому пошли запросы от профильных ведомств к компанию, данные для которых я готовил. Ну и в частности рассчитывал, насколько у нас там хватает в неделях продаж, каких-нибудь, не знаю, чайников, утюгов. И потом готовлю этот результат, отправляем в Минпромторг, а NVIDIA и Eldorado контролируют примерно четверть рынка. И, соответственно, вижу там, как Денис Мантуров приходит к Путину и докладывает, что вот у нас, значит, там по отчетам бизнеса нормальная ситуация с запасом бытовой техники, скажем так, первой необходимости. Вот, то есть, такой интересный тоже результат, когда твоя отчетность востребована, да, такой показательный. Вот, значит, по поводу сильных сторон. У меня более двух лет управленческого опыта. И, как бы, есть здесь, вижу, вся возможность для развития. У меня было и восемь человек в прямом подчинении в ЭКО, когда меня назначали на должность руководителя отдела управления товарным запасом. И два человека до сокращения в NVIDIA и Eldorado. Ну, здесь надо понимать, что, как бы, руководитель, он не только управляет людьми в прямом подчинении, но часто это взаимодействие с коллегами из других подразделений. Это и сбор бизнес-требований у заказчиков, допустим, департамента логистики и постановка задач в IT. Ну, и, естественно, в дальнейшем контроль выполнения этих задач, тестирование и так далее. Из сильных сторон, то, что я являюсь выпускником Московской физико-технического института, у меня очень сильные аналитические способности, работаю с большими массивами данных более 20 лет. То есть, всю свою, скажем так, карьерную жизнь. Именно опыт есть именно в аналитике логистики, в крупных компаниях, с разветвленной, как бы, так, большим количеством магазинов. Это ЭКО и NVIDIA. Но мой опыт не ограничивается именно логистикой. До этого у меня большой опыт в аналитике продаж в AVEN и в аналитике категорийного менеджмента. То есть, здесь я могу, моё преимущество в том, что я смотрю на проблемы комплексно со всех сторон, не только вот с какой-то там узкой точки зрения. Соответственно, у меня экспертные знания в Excel, а в последнее время, много лет я уже работаю в современных BI-инструментах. Это такой, может быть, дорогой, в крупных компаниях применяется, sub-business object. И более такой массовый, популярный на первом месте это табло. Работаю в SQL, что успешно подтверждено тестами. И ранее там Microsoft Access работал. Соответственно, ну, также даже работаю в 1С, если необходимо. Соответственно, у меня опыт построения отчетности и набора показателей эффективности с нуля. И также доработка каких-то текущих отчетов, в том числе кросс-системных. То есть, не обязательно, чтобы это было там исключительно, то есть, это целевая картина, чтобы это была какая-то одна-две там системы. Но на каком-то этапе, естественно, это может быть какой-то там запарк систем, которые нужно сокращать. И последний, самый важный блок – это управленческий стиль, так как речь идет о менеджерской позиции. Здесь несколько пунктов, которые хотелось бы подчеркнуть. Здесь такой общий философский подход в том, что у нас истина – это соответствие между миром и сознанием. Понимание вот этого, оно как раз дает такую правильную основу для управления, для понимания того, почему у разных людей разные точки зрения. Вот здесь вот рисуночек мой любимый показывает, почему у нас какие-нибудь даже разные отделы, разные люди в компании могут иметь разные точки зрения. Почему, допустим, собеседование проводят разные сотрудники, не только прямой руководитель, но и вышестоящий руководитель отдела управления персоналом, потому что у них разные точки зрения. Кто-то там, руководитель может оценить, там, hard skills, да, там, HR, там, может быть, больше soft skills в соответствии к какой-нибудь культуре компании и так далее. То есть, и в целом у них, когда они все свои точки зрения сопоставят, у них что-то похожее на истину получится. По типу личности я администратор, ну, то есть, по прохождению вот этих тестов на тип личности. Когда говорят обо мне, из отзывов часто говорят, что я исполнительный, да, то есть, мне можно что-то поручить, как бы, и быть уверенным в том, что это будет сделано, выполнено, качественно и так далее. Что я буду, как бы, настойчивым, то есть, не только, естественно, к себе, но и к тем коллегам, да, к которым я обращаюсь за помощью, ставлю задачи и так далее. Соответственно, здесь я своим развитием понимаю, что я достигаю цели не только своими личными какими-то усилиями, там, навыками и так далее, а достигаю цели с помощью других людей. Особенно в крупных компаниях, где такая развитая структура, часто приходится обращаться к людям, которые, опять же, подчеркну, не являются прямыми подчиненными, а какие-то другие отделы, подразделения. И здесь важно подходить индивидуально, смотреть, как человек, сотрудник относится к конкретной задаче, может он ее сделать, хочет и так далее. То есть, здесь всегда это индивидуальный подход. Всю жизнь я обычно, ну, как бы, делаю небольшие задачи по доработке каких-то существующих систем и процессов. Вот, и несколько лет назад понял, что это сейчас модно называется продуктовый подход, да, то есть, когда, получается, я еще работал к продуктовому подходу, когда он, как бы, так еще, по сути, не назывался, да. Такого слова продукт не было, чаще называли проект или инициатива, но сейчас вот модно называть продуктами. То есть, я вот по продуктовому подходу уже лет 20 работаю. Из важных особенностей, то, что я стремлюсь к балансу работы и личной жизни, грубо говоря, там, работаю, там, не знаю, 8 часов в день. Естественно, это достигается за счет того, что правильной организации процессов, ну, например, я делаю видеозапись процессов, там, подготовки отчета для того, чтобы никаких деталей не упустить. И со временем прихожу к высокой степени автоматизации, которая позволяет в дальнейшем какую-то рутину вот именно автоматизировать, а сфокусироваться на более таких творческих задачах, да, которые требуют каких-то, может быть, нестандартных действий. Большое спасибо за внимание. Вот, ну и завершающий пример, допустим, что это какой-нибудь там продукт, просили проект презентовать результат работы. Например, самый свежий результат, который мне очень горжусь, это то, что моя дочь в 18 лет поступила в высшую школу экономики на направлении дизайна и программирования. Набрала там по совокупности испытаний 301 балл из 310. Вот, то есть пошла на общем конкурсе на бюджетное место. Вот, там было где-то 18 человек на место в конкурсе. Вот, это, естественно, моя гордость. Вот, большое спасибо за внимание.